Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. За что лишают сана священник? Древние правила апостольских, вселенских соборов, поместных соборов дают достаточно большой список правонарушений, совершив которые священника лишают сана. Хотя для того, чтобы лишить священника сана, должно быть еще много других звоночков и предупреждений. Это уже крайняя мера, совершенно крайняя и редко она используется, надо сказать. Сначала делают выговор, потом запрещают служение на несколько недель или месяцев. дают петемью в качестве необходимости несения послушания в каком-нибудь монастыре, наклируясь в качестве чечца, певца, пономаря, смотрят на его деятеля покаяния, если было серьезное правонарушение. Если священник отказывается исполнять повеленное, благословленное, то могут быть уже применены другие меры. Запрещение в служении постоянное, но без лишения сана, без права ношения подрясника, без права преподавания благословения, без права служения, без права совершения каких-либо таинств, но без снятия сана. Оно может быть многолетним, чуть ли не пожизненным, с надеждой на исправление священника. И, как крайняя мера, лишение сана навсегда. Редко кто, даже не помню таких случаев, мог бы после лишения сана снова возвращаться в церковь в качестве уже не мирянина, а в качестве священнослужителя. Опять же, ты нашли солгавши, кто тебе поверит. Какие причины для лишения сана? Допустим, если человек уходит в раскол. Безоговорочно и бесповоротно. Тема раскола, тема для отдельной беседы. Это предальство веры, церкви. Действительно, какой здесь может быть вообще священный сан? Есть более грустные обстоятельства. Знаете, не надо в священниках очаровываться, чтобы не быть разочарованным. Бывают, священники нарушают не только церковные законы, но и государственные. Вдруг взял и кого-то убил. Представляете? В каком состоянии эффект? Это приводит к лишению сана. Руки священника не могут быть запятаны в крови. В том числе, если ты попал в аварию, даже не по своей вине, которая окончилась смертью кого-нибудь из участников. Даже не той собственной. Представляете, как это небезопасно? Знаю священник, в котором навстречу просто выехали пьяные ребята. И все, насмерть. Что теперь делать? Каноны повелевают. Сняйте сана. Все эти обстоятельства рассматриваются конкретным архиереем в установленном порядке, церковным судом. И принимаются в конечном итоге правильные решения, которые полезны для церкви и для участника этого преступления. Повторный брак. Измена. С кем угодно. Драка. Воровство. Покупка священного сана. Азартные игры. Пьянство. Причинение обиды архиерею. Молитва в храмах других конфессий и религий. Не просто стояние, прямо с участием в религиозном действии, в священных облачениях, с молитвами. Без причин отказ поститься в среду, пятницу, в стой, четыридесятницу. Все это повод, согласно апостольским правилам и правилам Вселенских соборов, для лишения сана. Да-да, вы не ослышали, в том числе, нанесение досады по-церковнославянски или обиды по-русски архиерею. Так что, как вы видите, спектр возможностей просто невероятен. Отречение от Христа. Тоже является поводом для лишения сана. И, к сожалению, в минуту жизни трудную, в момент гонений, мы тоже и в советскую эпоху, и в другие века, вторые, третьи, четвертые эпох массовых или локальных гонений, не все выдерживают, и некоторые священнослужители отрекаются от Христа под страхом пыток, смерти. Угроз твоей семье отрекаются. Пусть даже не искренне, просто внешне снимается священный сан. Это тоже, естественно, повод для легального снятия священного сана с тебя. Молитесь, друзья мои, за пастырей. Нам непросто. Мы ходим по лезвию ножа всегда. Шаг в право, шаг влево. Возможность запрещения услужения или расстрела. Потому что это кораблекрушение. Лишение сан для человека, который всю свою жизнь посвятил церкви. Много лет учился. Предстоял у престола. Не мыслил себя иначе, как священнослужителем. Это огромная трагедия. Ее пережить сложно, я бы даже сказал, невозможно. А можно просто непреднамеренно совершить тяжелое преступление. Или просто по глупости. Подтянуло тебя, а ты не имеешь опыта воздержания какого-нибудь. Взял там, матушке изменил. И все. Ни матушка у тебя, ни прихода, ни сана. Может быть, не надо было этого говорить. Это исключение. Если вы сейчас откроете список лишенных сана священнослужителей за 20-21 год, их-то будет единицы. Можно будет пересчитать на одной руке. Их немного. Да, конечно, исключение. Нас много. Нас 40 тысяч. Священнослужители Русской Православной Церкви. Случай единичный. Нетипичный для нас. Не надо тут общий знаменатель подводить. Ага, мы все знали. Вы все вот такие. Вот неправильно. Это странно даже. Кто-то вообще в своем уме, чтобы подводить одного под всех. Мы же люди. Кто-то слабее духом. Кто-то сильнее. Подомолитесь за нас. Чтобы Господь укреплял. Не зря отцы говорят, что за вами по одному бесу смотрят, а за нами по сотне. Потому что если падет лидер мнений, тот, кто должен быть образцом нравственности и безупречной жизни, то и все остальные по инерции, как доминошки, тоже попадают. Потому что почему-то все-таки в народе есть такая не совсем прямая, но, как мне кажется, существующая взаимосвязь между тем, как живет священнослужитель и вашей веры в Бога. Если священник живет правильно, то Бог есть, а неправильно, то его как бы и нет. Нет, непонятно. Если аптекарь или булочник живет неправильно, или меня оскорбил, или унизил, это не значит, что я теперь должен перестать есть хлеб. Да простят меня безглютеновые сирители. Или принимать лекарства. Но если священник тебе нагрубит, все, в храм больше ходить не буду. Есть на чем подразмыслить. Так что еще раз, паки-паки, прошу молитв о ваших духовных отцах, о священниках. Нам тоже непросто. Нам сложно. И мы точно так же боремся со своими страстями, пороками, желанием согрешить, как и вы. В чем-то мы крепче, конечно. Что-то совершенно для нас немыслимо. Но мало ли что. Поэтому молитесь о единстве церкви, о том, чтобы Господь укреплял нас, и не вводил нас в искушение, и избавлял нас от лукова. Аминь. А мы будем молиться за вас. Итак, в таком молитвенном единстве, глядишь, до Царства Божия, дойдем, доползем, доковыляем. Пусть и на костылях, но главное в правильном направлении. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Пусть и на костылях.